Всем привет! Меня зовут Анюта. Хочу сегодня поговорить на тему «Хорошая мама. Какая же она?» И как научиться быть мамой хорошей для ребёнка. Начну с того, что мамой быть — это как и большое счастье, так и огромный труд, огромное терпение. Это очень такая сложная, круглосуточная работа. Это быть мамой. Я начала уважать реально всех мам, потому что уже иду на этом пути, я понимаю всю мамскую работу и как вообще это нереально сложно быть мамой. Вроде с одной стороны, как и просто, да, и прикольно, классно, много эмоций, радости в жизни появляется. Но с другой стороны, боже-боже, выходных же ж нет у мамы. Это ж просто круглосуточная работа годами. Сама по себе мама, вот она любая будет хорошая для своего ребёнка. Вот у ребёнка спроси, хорошая ли у тебя мама, он будет кричать, у меня мама самая лучшая, какая бы она ни была. Поэтому, конечно, каждый малыш считает, что у него самая лучшая мама. И правда, вот для своего ребёнка вы будете самой лучшей мамой. Вот лучше для своего ребёнка мамы не найдётся, чем вы. Поэтому уже изначально вы хорошая мама. Но при этом, конечно, нужно стараться всю жизнь для того, чтобы становиться всё лучше, да, мамой для своего ребёнка. Почему? Да потому что мама и родители направляют ребёнка в этой жизни, обучают его. И благодаря маме в основном, конечно же, ребёнок становится тем, кем он становится. Что ж такое хорошая мама? Хорошая мама, она любит, она лелеет малыша своего ребёнка. Она одевает, она кормит, она присматривает, она ухаживает. Но этого мало, чтобы быть хорошей мамой, вот прям хорошей мамой, да. Каждый день нужно обучаться. Это невероятное терпение к своему ребёнку, чтобы вот не прибить его из-за какой-то глупости, да, его. Это просто, ну вот, невероятное терпение должно быть. Наши мамы, вот моя мама, она просто, вот, ей нужно памятник ставить за её терпение. Насколько вот человек терпеливый. Хорошая мама, она также, она и врач, да, она должна первое сообразить, что делать с ребёнком, когда он болеет. Хорошая мама – это та, которая выслушает своего ребёнка, когда он уже подрастает. Это, в первую очередь, хороший друг для своего ребёнка. Хорошая мама – это та мама, которая направит в сложной ситуации, которая даст какое-то направление ребёнку, который запутался, который не знает, как поступить. Хорошая мама – это та, которая верит в ребёнка, которая поддерживает его в любых ситуациях, которая мотивирует его для того, чтобы он верил в себя и добивался цели. Хорошая мама, конечно же, обучает каждый день. Она рассказывает всё, как нужно поступать, что это такое, как себя можно вести, как не можно вести. То есть мама – это всё, это весь мир. Также хорошая мама – это мама, которая вовремя наругает, скажет, что ты не прав и объяснит, почему ты не прав. То есть это не только хорошее. Мало любить ребёнка, чтобы быть хорошей мамой. Нужно постоянно в него вкладывать понимание, понятие, как вести себя в этом мире, что можно, что нельзя, как я уже повторяю. Мама учит быть человеком, нормальным человеком, чувственным, сочувствующим. Также, чтобы быть хорошей мамой, нужно много с ребёнком играть. Вот прям много-много играть. Чтобы вы понимали, это не просто находиться в одной комнате, когда включен телевизор, или в одной комнате вы читаете, а он там своими делами занимается. Это просто с ним надо играть. Вот час в день, два часа, но эффективно проводить с ним время. Играть, объяснять. И вот постоянные игры должны быть. Скажу про наших родителей. Моя мама, мама моего мужа. Вот я точно знаю, что наши мамы, они хорошие. Хорошие, потому что мы у них хорошие, как дети. Хорошие, потому что они всю душу в нас вложили. Не просто любовь, а они занимались нами. Они обучали нас, они игрались с нами. Моя мама была мне всю жизнь подружкой и до сих пор остаётся моей подружкой. Знаете, самая большая ценность родительства, это когда ребёнок в любом возрасте может доверить самую сокровенную тайну и мечту. Я делаю выводы, что когда я всю жизнь маме доверяю, и она была моей подружкой, и поэтому она у меня хорошая мама. Но у них терпения невероятно много. Родительского терпения — это, наверное, основа доверия, терпения. Это основа родительских отношений между мамой и ребёнком. Это моё понимание хорошей мамы. Всех призываю писать мне комментарии, что же я пропустила, что я не сказала, что значит быть хорошей мамой. Ставьте палец вверх, если вам понравились мои мысли, моё видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего доброго. Всем пока.